Здравствуйте! Это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. Мы в прямом эфире, телефон студии 3190. Поводом сегодняшней программы стал большой резонанс, который мы получили после того, как вышла программа про Михаила Ярославовича Тверского, нашего святого благоверного князя. Я участником этой программы был один из известных наших актеров, общественных деятелей. И ведущей программы была Ирина Чекунова, моя коллега. Очень много было звонков, очень много было отзывов от вас, от нашей аудитории. И многие просили немножко поподробнее рассказать, раскрыть эту тему, больше коснуться истории вопроса. И в эту программу, может быть, даже поводом стало то, что позвонил другой известный человек в нашем городе. Сегодня он гость нашей студии, Олег Саниславович Лебедев, депутат Законодательного собрания, председатель Постоянного комитета по экономике. Вот вы позвонили в эту программу и внесли небольшие корректировки под самый занавес. Уточнили, что история развития и установки памятника, и увековечения памяти святого благоверного князя Михаила Ярославовича, она имела немножко другую предпосылки, немножко другое развитие. И вот я бы хотел вам эти вопросы сейчас задать. Я бы вообще подчеркнул, Дмитрий, вы же тоже истории Тверского края, Тверской земли интересуетесь. И вот смотрите, что интересно, вот прошло не так много времени, буквально проходит там 10, 20, 30 лет. И мы видим, как даже вот за это время часто многие факты как-то меняются местами. Переигрываются. Да, уже и роль Александра Петровича Белоусова как-то вот часто звучит как-то по-другому, и нашего губернатора Платова Владимира Игнатьевича. Поэтому, конечно, у жителей все это вызывает большой интерес. Ну, а фигура Михаила Ярославича, нашего святого благоверного князя, и вообще святого земли русской, да, святой Руси, это такая, конечно, фигура очень сильная, яркая, и о ней стоит поговорить. Ну, вот, Алексей Александрович, вы сами уже историческая личность, вы уже внесли весомейший вклад в историю нашего города, вы ее творили, эту историю. Нет, ну что, это мы будем откровенно говорить, что один из самых эффективных и запоминающихся, узнаваемых руководителей нашего города. И поэтому вот к этой истории вы в полном объеме причастны, и вот, так сказать, такая живая легенда у нас в студии. Поэтому вот мне бы хотелось узнать, как все-таки вот эта история развивалась. В 2004 году я знаю, что вы плотно стали заниматься вот этой темой, увековечения памяти благоверного князя Михаила Ярославича Тверского, который сделал, ну, наверное, даже больше, чем другие его там предшественники или последователи. Как вот вы пришли к этой мысли, и с чего началась эта работа? Ну, во-первых, наверное, интересно сказать о том, что о личности, о масштабе личности, о фигуре Михаила Ярославича Тверского я узнал. И первым так ярко мне о ней рассказал, как это ни странно, наш земляк Михаил Круг известный. Еще одна историческая личность. Историческая личность. Еще даже до того, как я стал депутатом Тверской городской думы, мы уже общались с Михаилом Кругом. И вот в одной из наших встреч Михаил взахлеб рассказывал мне о фигуре Михаила Ярославича Тверского, о его роли, о том, что это его, скажем так, такой духовный наставник, что он вообще... И после этой встречи, такой яркой и долгого вот такого разговора с Михаилом Кругом, я стал смотреть, искать исторические справки в библиотеках. Кстати, надо сказать, что литературы не так уж и много, в общем-то. И она противоречива порой. Поэтому вот такой вот толчок дал мне Михаил Круг. Ну а второй момент, это когда я уже стал депутатом Тверской городской думы, тоже был председателем комиссии по экономике в городской думе. Я уже знал, что Александр Петрович Белоусов и Михаил Круг активно ведут строительство храма на острове памяти, посвященном Николеу Ярославичу Тверской. Возле обелиска победы. И, к сожалению, денежные средства у них на тот момент заканчивались. Времена были очень сложные. И ко мне опять обратился Михаил Круг с просьбой. На тот момент с Александром Петровичем у нас были такие сложные отношения. Я возглавлял группу независимых депутатов Тверской городской думе. И поэтому парламентером выступил Михаил Круг, попросил денежные средства. Уже на окончании этого храма, конечно, я уже подключился к строительству его и оформлению уже на последнем, скажем так, этапе. Конечно, это заслуга, прежде всего, первого всенародно избранного главы города Александра Петровича Белоусова, который тоже мне много рассказывал о личности Михаила Тверского. И сам Александр Петрович Белоусов очень любил Тверскую землю, хотя не был уроженцем города Твери, но действительно эта фигура была вот такая вот явная и масштабная. И, кстати, уже тогда мы начинали определенную работу. Может быть, кто-то вспомнит коллегу моего Юрия Пархаева, депутата Тверской городской думи, который вместе с нами, с Олегом Кудряшовым, с Валерой Гусевым, с Салимовым, мы устанавливали вот эту деревянную церковь, храм. До нас, конечно, были и Ершов, и многие другие, конечно, люди яркие, историки, которые об этом говорили. И мы тогда стали, вот поклонный крест установили, памятный камень, деревянная часовинка, где можно было, скажем так, пожертвовать денежные средства. Казалось фантастической тогда мечтой возрождения Спасопреображенского собора. Но нам пришлось еще пройти целый ряд этапов. Вот такая вот очень трагическая смерть Александра Петровича Белоусова, до конца непонятная, скажем так, и смерть Михаила Круга. Выборы главы города, в которых я принял участие в 2003 году. Ну и, наверное, надо напомнить тот момент очень сложный. 2003 год в связи вот со всем этим и день города не проводился, и Тверь имела огромные долги. Бюджет города был чуть больше 800 миллионов рублей, а 2,5 миллиарда рублей были долги города. И поэтому город был месяцами, не выплачивая зарплаты учителям, врачам в городе Твери. Ситуация была катастрофическая. И тем не менее, избравшись главой города, первое, на что я обратил тоже внимание, что город Тверь, город Калинин, единственный областной центр в Центральном федеральном округе, который не имел даты своего рождения. И здесь, конечно, огромную роль тогда сыграл Георгий Сергеевич Полтавченко, наш полпред, который, в общем-то, обратился к Юрию Михайловичу Лужкову вместе со мной. Ситуация выглядела таким образом. Ряд институтов, которые должны были давать историческую справку в городе Москве, которые занимаются вопросами истории, археологии, они финансировались не столько или даже наполовину из федерального бюджета, но и из бюджета города Москвы. Поэтому нами была такая целая операция подготовлена для того, чтобы у нашего города, у города Твери, у города Калинина могла появиться дата его рождения. Кстати, тогда Лужков возглавлял ассоциацию крупных городов. И вот мы с ним на самолете мэрии Москвы, мы летим в Устану к Назарбаеву открывать президент-отель. Там как раз конференция столичных городов, крупных городов проходила. И мы по очереди к Юрию Михайловичу подсаживаемся. Я был тогда самый молодой глава областного центра вообще в Российской Федерации, в Книгу рекордов Гиннесса России входил. Это прямо в самолете происходило. Да, и мы уже с Лужковым, у нас было до этого общение быстрое. Ну и нас по очереди к Юрию Михайловичу подсаживали для того, чтобы мы могли какие-то вопросы ему задать. Но я уже, во-первых, подготовился очень серьезно. Я знал, что Лужков хорошо знает и Платова. Хотя на тот момент отношения у них с Владимиром Игнатьичем из-за сына, из-за сыновей были испорчены. Сам Лужков очень любит Тверскую землю. И у меня было в папочке две справки. А у Юрия Михайловича было три ручки. Именно зеленой ручкой нужно было, чтобы он поставил визу. И все это я уже знал. Я к нему подсел и показал первую историческую справку о том, что городу Твери примерно около тысячи лет, что мы примерно помладше таких городов, как Владимир, Новгород, Псков. Но примерно сопоставимы с городом Ярославль, многие говорят. Когда Юрий Михайлович увидел эту справку, он запереживал очень серьезно. Сказал, ну ты что, Олег, ну как, меня москвичи не поймут. Это такая же, ну что ты. Ты же знаешь эту историю отношений между нашими князьями. Когда 200 лет борьбы между заправом быть столицей, да, и так далее. То есть на самом деле это и не зря, да. Он говорит, до сих пор, говорит, у нас мэрия на самой главной улице, на Тверской. Мы как это все время это понимаем. Ну и тогда мне пришлось другой достать вот листочек. Об этом мы расскажем после короткого перерыва. Не переключайтесь, самое интересное впереди. Мы продолжаем. Это программа «Тема дня» в студии Дмитрия Нечаев и Олег Станиславович Лебедев, председатель постоянного комитета областного парламента по экономике. Мы говорим о том, как наш город, вот в ту бытность, когда вы были главой города, обрел свой день рождения. Это буквально происходило, можно сказать, на лету, когда вы были в одном самолете с Юрием Михайловичем Лужковым. И вот пытались этот вопрос с ним порешать. И вот я ему достал вторую справочку, где было написано и обоснование, что год рождения города Твери 1135-й, на что Юрий Михайлович быстро сообразил и сказал мне, ну слушай, ну это же опять Тверь старше Москвы. Говорит, меня москвичи не поймут. Но после нашего разговора, и в том числе как раз вот еще раз я Юрию Михайловичу сказал о Михаиле Ярославиче Тверском, о его смерти, о том, что он был после смерти сначала похоронен на территории московского Кремля, вот Юрий Михайлович все-таки вот этой зеленой ручкой поставил необходимую визу. И потом нам удалось пройти, получить все заключения. И в общем-то уже в 2005 году город Тверь праздновал свой день рождения, уже имея свою дату официальную. Хотя я, конечно, считаю, что наш город несколько старше. Он где-то примерно, вот у меня есть свое обоснование, хотя мнения разные, очень полярные мнения. Но вот мы говорим об истории, 20-30 лет прошло, а как ее уже, да, трактуют по-разному. А вы представляете, как трактуется история по истечении такого большого количества времени. Но это вот был такой, как бы, важный этап. И, конечно, второй этап, символ нашей Тверской земли, ее возрождение, ее духовной наполненности, стойкости, это, конечно, фигура Михаила Ярославича Тверского, нашего великого князя, нашего святого, благоверного. И вообще мы помним, да, что родился Михаил Ярославич Тверской в 1271 году. И буквально 14 лет ему было, когда он принимает решение вместе со своей мамой, да, Ксенией, с епископом Соломоном, который был его духовным наставником, о необходимости строительства на месте старого храма Косьмы и Демьяна, Косьмы и Демьяна, да, деревянного, да, вот Спаса Преображенского собора. И в чем здесь тоже надо понимать вот это решение, насколько оно непростое. 50 лет на территории Святой Руси, да, не строились каменные храмы, потому что Орда, мы находились под Ордой, и они были, в общем-то, противниками такого возвеличивания нашей духовности, нашей веры. И тем не менее, вот такой молодой, в общем-то, скажем так, человек принимает вот такое решение о необходимости строительства вот этого храма. Кстати, буквально через несколько лет уже и сам Симеон будет похоронен там. Да, он стал усыпальницей, этот официальный храм. Вот, и буквально за вот пять лет, да, строительство храма начинается в 1285 году, за пять лет храм был возведен, причем деньги собирались всем миром, не только богатые, обеспеченные купцы, состоятельные люди жертвовали эти денежные средства, но и наши горожане показывали вот такое единство. Почему? Потому что действительно мы были под монгольским игом, да, золотая Орда давила на нас, собирала этот оброк, уводила, забирала женщин, бесчинствовала на территории наших городов. И, наверное, вот тоже есть такой момент очень важный, как раз когда Михаил Ярославович находился в Орде, такая дюденевская рать есть, может быть, не все о ней слышали, когда 14 крупнейших городов на Руси были разорены, и вот тогда наши тверичи собрались вместе, да, рядом с Пасопреображенским собором и дали клятву о том, что они будут наш город защищать до последней, как говорится, капли крови, несмотря на сословие, на разницу, да, в материальном, скажем так, обеспечении. Вот такое вот единство тверичей позволило тогда спасти наш город от разорения. И когда Михаил Ярославович вернулся, они обратились к нему и сказали к молодому человеку, уже подрастающему князю, о том, что они готовы защищать свой город, объединять. И это вот создание Пасопреображенского собора, вот это вот такая духовность, это и было становление так называемой Святой Руси. И потом мы уже понимаем, что благодаря этому, вот после этой клятвы, в общем-то, ну так можно сказать, беда была отведена от нашего города. И уже в 1290 году заканчивается возведение Спасопреображенского собора, два года еще расписываются его убранства, своды, да. Ну и напоминаем следующую веху, это 1305 год, когда наш князь, да, великий князь, получает вот ярлык на княжение. И вот мы все помним, как к нему обращается патриарх Нифонт, да, как к Владимирскому князю, как к святому князю всея Руси, то есть, по сути говоря, первому государю, объединителю земель русских. И вот эта Святая Русь, вот это вот, да, возрождение ее идет, нашего духа. И это такой очень тоже большой, такой важный подвиг. И мы... Вообще, надо сказать, что он простоял 350 лет, вот этот храм, да, который был построен. Да, потом был. И только в тысяч... В 17 веке он был перестроен. Ну, судьба колокольни несколько раз перестраивалась. Но мы помним, что и колокольня была очень такая, эти часы огромные, которые было видно, тысячепудовый вот этот колокол, который был слышен там за... Потом мы помним эту историю золочения, да, уже собора. Да и вообще сама история Михаила Ярославовича Тверского. Мы же помним, что и его сыновья Дмитрий и Александр погибли тоже в Золотой Орде. И внук его Федор. То есть, 200 лет, по сути говоря, вот такое было Твери. Но это мы, наверное, пересказываем. И вот 1305 год, уже подросший наш князь, уже, скажем так, уже зрелый воин, скажем так, отец наш, да, духовный тоже в каком-то плане, он становится великим князем всея Руси, владимирским князем в том числе, потому что ярлык, ну, традиционно, как бы он владимирскому... И следовал за ним и звание владимирского князя. Но мы помним вот это вот сложное противостояние с своим родственником, Юрием Данииловичем Московским, да, который был постарше, поопытней, поизворотливей, который вот становится родственником хана Узбека, да, же на его... На Кончаке, да. На Кончаке, да, женится. И, в общем-то, в 1317 году, по сути говоря, Михаил Ярославич утрачивает, да, вот этот статус. Ну, и здесь, конечно, важнейшее событие – это Бартиньевская битва, которая по старому времени, 22 декабря, тоже символичный год, 1317, да, 17-й год, такой вот, всегда для Руси такой непростой, происходит вот это вот историческое сражение, не только, да, с войсками татарскими, но и они были подкреплены дружинниками московского князя, то есть, по сути говоря, и вот наш князь обращает их в бегство, да, не будем дальше рассказывать о пленении, да, жены, о ее смерти, многие знают, очень тоже такая исторически интересная ситуация. Ну, и когда, естественно, уже принимается решение о необходимости, принимается решение им, когда он понимает, что гнев хана... Не минуем. Не минуем, да, и не минуем разорение нашего города, его уничтожение, он сам вот едет, отъезжает во рту, прощается, да, несмотря на слезы. И, кстати, вот хотелось бы и уже здесь подойти к конной скульптуре, скажем так, к памятнику Михаила Тверского, Михаила Ярославича. Потому что, конечно, Братеневская битва – это величайшее сражение такое, но во многом оно повлияло и на историю нашей Тверской земли. И надо сказать, что действительно в 2004 году по моему распоряжению создается такая рабочая группа, куда краеведы, историки, архитекторы входят для того, чтобы мы начинаем задумываться о увековечении памятника. Хотя мы знаем, есть поклонный крест, да, у нас установлен. И в день 5 декабря мы всегда поминаем кончину Михаила Ярославича Тверского в Орде, мученическую смерть, которую всегда, вот я когда бываю в Великом Новгороде у памятника тысяч, смотрю на этот монументальный памятник, где наш князь на коленях, да, в веригах, конечно, слезы на глазах наворачиваются и сердце сжимается. И, конечно, нам хотелось создать, не хотелось. Мы принимаем решение создать вот такое монументальное сооружение. Во-первых, в городе Калинини и Твери не было ни одного конного памятника. Вот. И тут у меня возникают такие сложности с нашим владыкой, потому что у него уже был эскиз памятника Михаила Ярославича с крестом. Он у меня сохранился, этот эскиз. И владыка Виктор очень хотел вот именно такой памятник поставить. Больше духовно составить. Да, подчеркнув эту. Ну, вот происходит вот такое у меня с нашим владыкой, тогда он еще не был митрополитом, такая дискуссия непростая. Хотя к этому моменту по его просьбе, кстати, он мне же подарил вот эту самую дорогую для меня икону с частичкой мощей, где мощевичок Михаила Тверского находится. И в самые всегда сложные такие трудные минуты я всегда молюсь. Она у вас дома, да? У этой иконы, да, хранится эта икона. Это наша семейная реликвия. У меня есть митрополит Савва недавно мне подарил тоже такую икону Анны Кашинской и Михаила Тверского. С супруги Михаила Тверского. Да, ну и, конечно, надо вспомнить мою такую встречу, одну из больших встреч с Алексием Вторым, с патриархом. Нашим, который, оказывается, настолько был знаком с Тверской землей, поскольку он с предыдущим нашим митрополитом Тверским Алексием тоже дружил. И он именно мне и сказал, что обязательно для того, чтобы возродилась наша Тверская земля, надо возродить наш Спасопреображенский собор. Я ему рассказал про раку, которую мы изготовили, где сегодня частичка мощей в Белой Троице хранится. Я знаю, что были разные проекты этого памятника, что один из, даже он звонил, такие известные люди, как Кобзон, Дементьев. Да, тоже такая интересная ситуация. У него свое видение. Да, и история развивалась, когда уже было принято решение, что мы все-таки будем такой памятник монументальный создавать, что он будет конная скульптура. Значит, я тоже консультировался с администрацией президента, с Георгием Сергеевичем Полтавченко. И мы остановились, и я побывал в мастерских двух таких великих скульпторов, это Рукавишников и Ковальчук. И мы объявили конкурс. Значит, Рукавишников создал такую скульптуру, где Михаил Ярославович на Бартеневском поле, на вздыбленном коне с мечом в руках, в бой идет, разит во врага. Тоже такая очень, кстати, у меня хранится макет. И в администрации города, эскизы, очень красивый, вообще очень достойный. И вот Ковальчук создал другой образ Михаила Ярославича, ну, прощающегося, уезжающего в Орду, такой спокойный, прощающийся, немножечко, может быть, такой более как раз, ну, вот, духовный, наверное, я бы так сказал, не скорбный, а, наверное, духовный, потому что красивая тоже, и конь немножко другой, да, такой, его поза другая совершенно, вот. И был конкурс. И тут действительно, да, значит, стали раздаваться звонки от Андрея Дмитриевича Дементьева, от Иосифа Давыдовича Кобзона. Лужков проявился тоже, Юрий Михайлович. Они стали и на Зеленина оказывать такое воздействие. Они очень хотели, и у меня в один из дней раздался звонок сначала Кобзона, вот, который говорит, вот мы тут с Церетели, значит, находимся, да, хотим, вот мы говорим, что мы бесплатно там Церетели сделает вот эскиз. Нет, и установит самое главное, потому что мало сделать эскиз, надо же это достаточно дорогостоящее, изготовить такой памятник. Вот в чем. Ну, это больше 27 миллионов, я знаю. Ну, я сейчас не Трунская, но там цифры достаточно серьезные очень. Ну, а знаю масштаб Церетели, это 80-метровый конь. Нет, ну, нет, мы уже тогда говорили примерно, что речь шла о 8-10 метрах, это вот масштаб памятника плюс постамент и так далее. Это уже были такие, как бы, вещи. Но я такую твердую позицию занял, что все-таки уже конкурс объявлен, что в нем вот участвуют Рукавишников и Ковальчук. Тем более, им тоже это был сложный момент. Я долго с каждым из них не раз общался. Почему? Потому что, в общем-то, они великие скульпторы, художники. Действительно, кстати, к ним очень внимательно относится и наш земляк, Владимир Владимирович Путин, это одни из его любимых, скажем так, скульпторов. И для них тоже участвовать в конкурсе, ну, это непростая была. Я понимал, что кто-то из них окажется, в общем-то, потому что один памятник. Но для них это действительно, почитав еще раз об истории, о масштабе личности Михаила Ярославича, каждый из них вот согласился. И да, с Осипом Давыдовичем Кобзоном и с Розенбаумом тогда, да, в том числе был такой не очень приятный разговор. Но, тем не менее, нам удалось отстоять вот эту позицию. Ну, и надо сказать, что вторая дискуссия, которая развинулась, очень жесткая о месте установки памятника. И, честно говоря, городские власти, я рассматривал пять мест установки памятника. Все, какие угодно, кроме восьмиугольной, честно скажу, площади, потому что у меня на руках было заключение ЮНЕСКО о том, что трогать эту площадь как наследие нельзя, что мы знаем историю трехлучевой системы Львова, да, когда Тверь проектировалась. А какие были еще варианты? Было, рассматривалось это вот в районе Суворовского училища, рядом где-то вот в районе Обелиска Победы, тем более уже тогда тоже был сооружен там при моем участии, при помощи Бориса Силовича Громова, героя Советского Союза, почетного гражданина города Твери, памятник воинам-интернационалистам. Вот, рассматривалось место рядом вот с медицинской академией, с сквером скорби, скажем так, и памяти, место рядом с возможным восстановлением Спаса Преображенского собора. Многие места рассматривались, даже советская площадь Ленина рассматривалась, и такой был вариант восстановить напротив Владимира Ильича Ленина. Противостояние. Да, мы вспоминали, что как раз ведь когда был снесен, сначала разобрана колокольня в 1934 году, а в 1935 году был взорван собор, на месте был установлен памятник-то тогда Сталину и Ленину, а потом уже только Михаилу Ивановичу Калинину уже появился памятник. Как пришли к тому, чтобы все-таки установить его там, где он сейчас стоит? Да, но ситуация развивалась достаточно динамично. Скажу так, во-первых, уже был проведен конкурс, мы определили, что Андрей Ковальчук будет автором этой замечательной памятника, этой скульптуры конной. Мне очень понравились, я говорил, оба варианта дискуссия шла, мы привлекали тоже и общественность, и общественный совет города Твери, с Владимиром Антоновичем Сусловым советовали, старались смягчить позицию нашего владыки Виктора. И здесь, как говорят, было бы несчастье, счастье да несчастье помогло, потому что в 2008 году принимается решение о проведении в мае месяце на территории города Твери Дней славянской письменности и культуры. Такое большое мероприятие, серьезное, федерального значения. И тогда уже, зная и позицию Георгия Сергеевича Полтавченко, и позицию Алексея Маментьева в администрации президента, и коллег в Государственной Думе, и Андрей Дмитриевич Дементьев смягчился к тому времени, потому что он принимал самое активное участие в подготовке Дней славянской письменности и культуры. Были уже найдены средства, стали изыскиваться для изготовления и установки памятника. И надо сказать, что на этом этапе очень активно подключается губернатор Дмитрий Вадимович Зеленин. Тогдашний. Да, потому что средства нужны достаточно большие. И Алла Альбертовна Зеленина, фонд их начинает собирать тоже денежку. Ну и мы продолжаем сбор средств наших предпринимателей, горожан. Что-то за счет средств городского бюджета и областного делается в рамках подготовки к Дням славянской письменности и культуры. И тут возникает вот эта коллизия с местом установки. Вот тогда у Зеленина этими вопросами Ольга Ивановна Пищулина занималась. Занималась. Да, она мне звонила. Я ей говорил, что ей дано четкое указание восстановить вот на тогда Советской площади вот этот памятник. Я говорил, что, наверное, все-таки так сложно там будет. Место, конечно, такое, безусловно, одно из самых центральных в нашем городе. И, конечно, по своему смыслу и духу оно подходит. Но поскольку вот архитектурно, а я все-таки, у меня мама была архитектором, зам главного архитектора нашего города, вот я всегда как-то к этому относился достаточно аккуратно. Ну и вот те предупреждения, которые могли быть от прокуратуры, от ЮНЕСКО, меня останавливали. И, в общем-то, тогда, ну, без разрешения городских властей, но мы не сопротивлялись. Было принято решение, рассматривались два варианта. По середине площади его на трамвайных путях установить и сделать такое кольцевое движение вокруг памятника. Либо вот сместить эту доминанту в одну или в другую сторону. Ну и было принято решение вот кинотеатру «Вулкан», скажем, сюда прижаться. Вот. Ну, может быть, частично спорное решение. Я бы сейчас не хотел это обсуждать. Надо все-таки отдать это на откуп профессионалам, историкам, архитекторам, краеведам и так далее. Общественности, в конце концов. И вот было принято решение и установлен памятник. Тоже были интересные моменты. Там не буду рассказывать с хвостом этого памятника при его доставке и разгрузке, скажем так. С надписью, да, с табличкой. Да, много таких моментов было. Видимо, как-то вот все это шло. Ну, а вообще, наверное, вспоминаю еще 2005 год, когда вот мы отмечали. Единственный раз на Советской площади нам удалось с областными властями договориться и провести юбилейный день города. Вот когда с Викой Цыгановой я пел «Под дождем, под ливнем», когда гроза ударила, стрелял из пушки. Вот, и тогда мы уже говорили, что, конечно, хотелось бы, чтобы в нашем городе появился этот памятник. И как раз вот на том месте, где сцена стояла, вон сегодня и установлен этот памятник. А ливень был, конечно, страшный, гроза. Но дети не расходились, пели, танцевали. Я, конечно, есть фильм снятый об этом. Может быть, когда-то на телеканале нам удастся его показать. Ну, и, конечно, мы вот двигались к самому главному. Для того, чтобы восстановить Спасо-Преображенский собор, надо было и переносить памятник Михаилу Ивановичу Калинину. И археология очень дорогостоящая, очень сложная, очень проблемная. И, конечно, надо сказать большое спасибо Андрею Владимировичу Шевелеву. Потому что после долгих разговоров, взвешивая стороны за и против, а противников было очень много, не буду их фамилией сейчас... А чем они мотивировали? Ну, мотивации было очень много разных. Кто-то был против переноса памятниками Калинину. Кто-то говорил, что он там не впишется по габаритам, что он будет затмевать путевой императорский дворец. Хотя раньше они сочетались вполне, и, как говорится, никакого диссонанса не было. Кто-то говорил, что поскольку колокольня немножечко наезжает, скажем так, на улицу, ее фундамент, будут проблемы с пешеходными, с тротуарами, с регулированием дорожного движения и так далее. Много было мотивов. Кто-то просто говорил, что есть куда потратить эти деньги. Но я всегда всем говорил и вспоминал слова Алексея, и всегда говорил, что вот, как он мне сказал, Вот мы с Лужковым в Москве, да, храм Христа Спасителя отстроили. В Ярославле, да, самым близком. А Ярославль это самый близкий по духу для нас город, да. И не зря первый князь наш Тверской, Ярослав Ярославич, да, Верий Ярославль. Это всегда города такие очень духовно связанные, помогали всегда друг другу. Родного брата Александра Невского. Да, и поэтому возрождился там их, да, их святыня. А вот он говорил, что когда вы возродите ваш Спасопреображенский собор, Спас Золотоглавый, может, и мощи явятся. И, кстати, тогда Алексей, я у него спросил, а где искать-то? Может, подскажете как-то, где они? Он мне тогда сказал, ну, вот где-то в районе Белой Троицы поищите, посмотрите. Вот так он сказал. Ну, я не знаю, я не буду комментировать слова его, да. Ну, мы помним эту трагедию, что действительно пропали мощи Михаила Ярославича. Как и, в общем-то, мы вспоминаем, да, что у нас 12 князей. И жён их, княжеских, да, жён 14 наших епископов там были в высыпальнице похоронены. Вот, и иконостас был очень такой величественный, действительно. И более того, напомню, что ведь когда Михаил Ярославич стал князем, он стал возрождать и летопись, опять нашу Тверскую, и Святой Руси, и искусство. И вот, конечно, он был, да, очень таким, надо сказать, прогрессивным, образованным князем в то время. И это было очень, конечно, таким тоже важным, серьёзным моментом. И, тем не менее, да, были такие сложные моменты. Я помню, очень тоже непростой такой момент, когда на каком-то этапе, то, что действительно всё археология затягивалась, потому что, понятно, археологам хотелось всё потщательнее изучить. Сболические церкви. Обнаружены, да, и деревянные останки Казьмы и Демьяна, собора, и усыпальницы, и могилы, и фундаменты того самого первого храма каменного, который потом был разобран. Очень много там таких и печи вот эти, я вспоминаю. Я постоянно с семьёй туда был, мы всё время помогали, двигалось это всё. Но в связи с тем, что положение Тверской области было весьма неустойчивое, всё-таки на какой-то этап даже победили те, и было такое принято сложное решение заровнять всё, засеять травой, законсервировать. И я хочу огромное спасибо тогда вот сказать уже покойному Владимиру Архарову, Валерию Гусеву. Мы приняли такое решение, может быть, революционное, всё-таки пойти против мнения губернатора и продолжать раскопки, понятно, ни в коем случае не идти, и начать закладку фундаментов. Мы понимали, что если уже будут заложены эти блоки, что люди купят эти первые кирпичики свои, оставят там свои имена, блоки, что остановить этот процесс будет невозможно. Ну и надо отдать должное мудрости Шевелёву, что он всё-таки оценил, это смягчился, и не стал никого сильно наказывать, и в общем-то процесс этот пошёл. Но, конечно, ни в коем случае нельзя умолять, и, наверное, самая большая роль сегодня принадлежит нашему губернатору Гурию Михайловичу Рудене, и митрополиту Виктору, и митрополиту Сави, и патриарху Кириллу, который очень живо интересуется восстановлением собора. Я знаю, сам хочет принять участие в открытии, в освящении этого собора, уже в таком полноценной службе. Это очень важно. И, конечно, то, что Игорь Михайлович сам, по сути говоря, возглавил восстановление данного собора, много делает Павел Парамонов. Это большая заслуга этих людей, и это, конечно, мечта. И многие тверские семьи помогают. Александра Михайловна Козырева огромное ей спасибо. Проприниматели, да. Сообщество Болгова, да, общество Михаила Тверского. Тот же Пономарёв, который написал вот эту замечательную пьесу о Михаиле Тверском, который Бартинёвское поле, музей мечтает. Я его, кстати, поддерживаю абсолютно в этом. Роль этого человека и общество Михаила Тверского в восстановлении собора, в увыковечивании памяти, точно так же, как и, в общем-то, прихода, который сегодня активно работает, тоже собирает средства, продолжает. И я вообще считаю, что вот в такие сложные времена, в какие сегодня находится наша Россия, когда под таким давлением экономическим мы находимся, под санкциями, когда мешают нам, не дают даже газопровод достроить. Вы посмотрите, кто-то хочет нам свой жиженый газ продавать, Украина с Польшей хотят за транзит деньги получать и так далее. Кучу коронавируса. В коронавирус, да, всё равно я вот хотел бы огромное спасибо сказать всем тем, кто свой рубль, копеечку, а я знаю, что многие семьи там и сотни тысяч рублей, и миллионы рублей вкладывают в восстановление собора. Спасибо, и это наш сегодня долг, восстановить этот собор. И самое главное, я хочу сказать, что многие, даже есть люди, наши земляки, не православные помогают в восстановлении собора. Да, может быть, они другой веры, но они понимают, что это символ возрождения нашего духовного, что это такой памятник исторический, что это символ вообще возрождения не только Твери и Тверской земли, но и Святой Руси, скажем так, вот этот белокаменный собор, да, первый, который Михаил Ярославович и Симеоном стали строить, это вот такой важнейший момент духовного нашего. Ну, и я не буду скрывать, я знаю, что история воссоздания Спасопреображенского собора, она хорошо известна и нашему руководителю, и президенту Российской Федерации. Ну, и мы знаем, что история его семьи, да, тоже берет корни нашей, да, с Тургинова, с деревни Ипоминова, тоже с трагической смертью его бабушки, да, вне освобождения города Калинина и многое-многое другое восстановление с храмов Тургинова, где крестились его... Шеломова, да. Да, где к ней покрестились его папа с мамой. А, да. То есть это очень такое важное. А бабушка, да, похоронена не на сельском кладбище у него, а в самом поселке Тургинова. Она была расстреляна. Ну, там, да, не так далеко. Там, да, недалеко, да. Но бабушка и дедушка другие на сельском кладбище похоронены у Владимира Владимировича. Вот, поэтому, конечно, я считаю, что это дело нужно довести. И сегодня, как говорится, всем собраться, подставить плечо. Ну, если кто-то считает это неважным делом, ну, хотя бы не мешать. Там, где-то не богохульствовать, не отойти в сторону. Ну, а всем тем, кто действительно считает это важным делом, я считаю, это уже седьмой храм. Но для меня, который я восстанавливаю, скажем так, и строю на территории нашего города, вот, и для меня, конечно, это самый главный, самый важный храм. И мои дети... Федеральный собор. Да, у меня Ульяна, она ее крестил. Когда-то Владыка Виктор наш, да, 16 лет, он никого не крестил. Вот, когда крестил дочь, мы, помню, с ним тоже долго разговаривали о восстановлении. Ну, и сегодня, конечно, мне очень импонирует позиция нашего митрополита Савы, человек очень прогрессивного, очень образованного, со своим вот таким взглядом на многие вещи, который тоже очень переживает и делает все возможное для того, чтобы и собор украсить, и иконостас там появился, и все было бы очень достойно. И все время говорит о важности духовного возрождения, конечно, потому что материальное возрождение собора, да, нам еще и колокольню предстоит восстанавливать, вот, это, конечно, серьезные деньги, серьезные усилия. Но еще раз хочу сказать, только заодно это, да, в общем, многое сделано нашим губернатором Игорем Михайловичем, и с дорогами, и школы, и сады, и поликлиника в Южном, о которой мы там 30 лет мечтали, и северо-западный обвод города Твери, можно многое говорить. Но вот воссоздание Спасопреображенского собора, это, конечно, такое, я уже говорю, заодно это, я готов Игорю Михайловичу огромное спасибо и низкий поклон ему за возрождение нашего собора. И я уверен, что когда собор полноценно там будут проходить службы, он, и сегодня, вот, даже я встретил людей, которые были категорически против, я им говорю, вот, посмотрите, со всех точек города, да, видно эти купола. И многие даже поменяли, с мостов какой вид открывается на собор, со многих точек, конечно, многие люди, которые были противниками, они поменяли свою точку зрения. Точно так же, как и эти же люди когда-то были против того, чтобы мы вот чернобыльцам памятник, да, помните, я устанавливал тоже с моим участием в сквере, там, потому что там рядом тоже находятся два таких культовых объекта, скажем так. Это все очень такие серьезные, непростые вопросы нашего духовного возрождения нашей земли и вообще возрождения нашей святой Руси, да, история нашего государства, она велика. Конечно, была и Киевская Русь, была и Владимирская Русь. И вот я недавно, мы с вами, помните, обсуждали, как я был в Торжке в нашем городе, в федеральном музее, и там с удивлением на карте обнаружил, что там есть многие города, и Москва, и более молодые города. Да, но вот почему-то города Твери на этой карте, понимаете, да, нет. Ну, видимо, события 13-й. Да, ну, отношения Торжка и Твери, они тоже очень непростые. Но напомню, ведь было свое время, когда Тверь, по сути, руководила и Псковом, и Великим Новгородом, и Смоленском, то есть настолько величие было нашей Твери и в плане культуры, образования, искусства, и в ратных делах, и в духовных делах. И действительно, Тверь все-таки многое впитала от Европы, надо отдать должное, что Москва, она более, скажем так, ну, как сказать, всегда считалась более языческой такой, скажем такой, более ордынским городом, скажем так, в моменты становления. Что, конечно, Тверь где-то вместе с Псковом, Новгородом, Смоленском тяготели в какой-то степени, конечно, к европейской вот такой вот культуре и так далее. Ну, а потом вот у нас с Новгородом тоже во времена Михаила Ярослава еще были очень непростые, мягко говоря, отношения, но тем не менее, вы же сами говорите, что там памятник установлен, я не видел этого. Ну, памятник тысяч установлен, да, всем, скажем так, историческим личностям. Нет, ну, Вольный, конечно, Великий Новгород, Святая София тоже их доминанта, да, или там Троицкий собор в Пскове, это, конечно, вот соборы более, даже, скажем так, древние, да, более исторические такие. Но, еще раз говорю, у каждого собора есть своя история, точно так же, как и город Владимир, да, как и этап Киевской Руси, все мы это понимаем, все это мы знаем. Но мы сегодня говорим о этапе возрождения Святой Руси, вот эта Бартиньевская битва, которая стала, по сути, прологом Куликового поля, ну, закладывалась, это первое объединение князей наших. И, еще раз я хочу сказать, вот, надо вдуматься, что вот такой вот молодой парень, по сути говоря, воспитанный своей мамой без отца, вот, наш Михаил Ярославич, он впитал вот такую вот в себя духовную силу, и, действительно, его казнь, а мы еще не можем рассказать о городе Буденовске, да, Святом. Мы обязательно об этом расскажем, буквально через несколько минут будем подводить итоги нашей программы. Это программа «Тема дня», прямой эфир, и мы завершаем сегодняшнюю тему. А тема у нас посвящена, ну, таким, трем важнейшим эпохальным событиям в истории нашего города. Это, конечно же, восстановление в прежних чертежах Спасо-Преображенского собора. Восстановление продолжается, оно ведется до сих пор. Это об увековечении памяти, мы говорим Михаилу Ярославовичу, благоверного князя. Это об установлении ему памятника, достойного, я считаю, какие бы ни были там проекты. Каждый из них был по-своему, конечно, в чем-то выигрывал, был достойный. Но то, что сделали, вполне достойно, вполне вписывается, со вкусом сделано. Исправлены были недочеты досадные какие-то. Ну, и вот третий проект, который еще, наверное, предстоит реализовать. Ну, я говорю о том, что, конечно, собор еще нужно достраивать. Это нужно лепту вносить еще многим. И нам стараться, чтобы он все-таки был доведен, это дело, до конца. И еще один проект, это, наверное, нужно создать музей Михаила Ярославовича Тверского. Я знаю, что это в том числе и ваша была идея. И есть люди, которые разделяют и поддерживают. Каковы перспективы? Ну, действительно, сегодня есть и иконы подлинные, которые находились в Спасопреображенском соборе. Определенные тоже элементы убранства, утвари, они есть. И сегодня, конечно, ну, есть небольшая экспозиция, да, у нас, посвященная Михаилу Ярославовичу Тверскому в нашем икраеведческом музее. И картинная галерея многое делает в этом направлении наше. Но я считаю, что, конечно, отдельный музей, это было бы, ну, наверное, достойно для того, чтобы он был наш святой благоверный князь. Князь всея Руси, да, был бы представлен Владимирский князь. Вот. Другое дело, что надо, конечно, очень внимательно выбирать место. Это действительно такая очень тонкая материя. И сегодня, конечно, когда вот мы год из 75-летия Великой Победы, и я всегда говорю, что не зря и наступление, это освобождение города Калинина, да, началось как раз 5 декабря 41-го года, да, вот в такой памятный день, очень непростой. Вот. Это было бы, конечно, очень здорово. И Братиневское сражение, конечно, это тоже тема отдельного, очень важного разговора, несмотря на споры историков, где проходило сражение, да, точно так же, как и где то место, где был, принял смерть мученическую наш Михаил Ярославович, где остановилось, вот, скажем так, как покой находилось его тело, когда вот крест встал над Буденовском, да, над городом, святой крест и так далее, и так далее. Хочу сказать, что если вдруг кто-то из наших горожан побывает рядом с Шипкинским перевалом, там есть тоже храм, над которым мы шефствуем, шефствует и наш президент. В этом храме замечательная икона, большая такая, фундаментальная, посвященная Михаилу Ярославовичу Тверскому. Есть там и странички Бартиневской битвы. Вот. Поэтому, конечно, личность очень огромная и важная. И особенно вот такие личности, такие даты, конечно, они должны объединять нашу страну, цементировать ее вот в такие непростые времена, в которые и сегодня мы находимся. И все-таки я считаю, что все мы должны объединяться вокруг чего-то доброго, светлого, хорошего. Это безусловно. Ну что ж, мы будем надеяться, что, как мы уже говорили, что Спасопребреженский собор станет и таким сердцем, и душой, и станет новым импульсом для дальнейшего возрождения нашего края, нашего замечательного, доброго, светлого края с большой историей славной. Мы будем говорить, обязательно продолжим эти темы, о других событиях возрождения фестиваля «Созвездие», о котором очень много сейчас продолжают говорить, вспоминают. Мы будем говорить о других вехах, важнейших в развитии нашего города, говорить о планах, о перспективах. Ну а наша сегодняшняя программа завершена. Мы говорим спасибо нашему гостю, участнику, коллегу Станиславовичу Лебедеву, представителю постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Тверской области. А с нашей аудиторией прощаемся. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!